Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какой же праздник к нам вернулся, что на нём будет интересненького, а также поговорим о том, что ждёт нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или седлайте своих коней и... поехали! А в этом году к нам вернулось очередное событие в честь дня рождения Star Stable Online. И в этом году, внимание, нашей любимой игре уже 11 лет. Если в прошлом году у нас был юбилей и было очень много подарков, то в этом году подарки не заканчиваются, и мы посмотрим, что же нового в этом году на 11 годиков Star Stable. Первое изменение, которое мы наблюдаем, это новая цветовая гамма. Если честно, я её не очень люблю, но вроде бы она смотрится довольно симпатично. Сочетание белых, розовых, зелёных и фиолетовеньких приглушённых оттенков шариков достаточно хорошо радует глаз. Дальше у нас идёт очередная викторина, которую мы можем проходить с вами для получения неких подарочков. И давайте мы пройдём её чуть позже. Но вначале мы заглянем в лавку для всех тех, у кого... О, да, я-то думала, когда же он появится. Знакомьтесь, это праздничный робот. Робот достаточно больше похожий на человека-инопланетянина, чем на робота. Или же на манекен. Но он считается как праздничный робот. Он нам как раз покажет направление, куда нужно будет идти, чтобы посетить это мероприятие. Кстати, хочу заметить, у него очень классные кофты и штанишки. Если этот комплект будут давать за подковки, я буду очень рада. Бзз, привет, я праздничный робот. Как я могу помочь? Ммм, ну-ка давай, поболтаем с тобой. В моей базе данных есть информация о текущем праздновании дня рождения. Обращайся. Так, так... Где проходит? Давай. Празднование дня рождения проходит в Морланде. Приезжай в Морланд и прими участие в вечеринке в честь 11-го дня рождения StarTable Online. Тебя ждут праздничные события и торт. Бзз. Хмм, вот он является просто навигацией, которая дает начальное задание. А, нет, он просто навигация. Или же нет. Я запуталась в кнопках. Да, он начинает базовые задания. Но мы сейчас вначале все-таки заглянем в магазин к лайфу. Здесь у нас новый предмет. Это вот такие вот нагавки. Напоминаю, что у нас собирается до конца комплект Адмирала для выездки. У нас уже, по-моему, есть вся одежда и, в принципе, по-моему, даже весь комплект амуниции. Но я могу ошибаться. Если на гавке последний элемент комплекта, то комплект готов. Значит, следующие предметы в этой лавке будут уже нового вида к совершенно другому комплекту. Так, давайте же все-таки поедем и посмотрим, как мероприятие выглядит в этом году. У нас добавилась некая новая составляющая. Это возможность испечь торт с Джейми Оливри, по-моему. Если честно, плохо всегда знала ее имя и фамилию. Но вроде бы так ее зовут. Здесь нас уже на подъезде встречают флаги Старстейбл. И если честно, он мне очень сильно понравился. Вот такой флаг я готова была бы повесить у себя дома над ноутбуком. Пока что здесь пусто, но и понятное дело. Дневное время. Ответственные за день рождения. Празднуем день рождения. У тебя... У тебя красный нос. Привет, добро пожаловать на вечеринку. Если честно, я даже поверила, что это парень. С днем рождения нас вечеринок. Великолепный год на Юрвике позади. И в честь нашего дня рождения мы устроили целый фестиваль. Это отличный повод отметить все прошедшие за год дни рождения. Пойдем покажу самое интересное. Послушай ответственного за день рождения. Говорят, наш торт пропал. Такого не может быть. Без торта праздник не состоится. Поговори с нашим кондитером Джейми Олив... Олив... Оливтри. Боже мой. Надо удостовериться, что все в порядке. Тортик можно будет съесть за одним из этих столов. Кстати, сюда можно принести угощение из любого кафе на Юрвике. А там лежат пледы для пикника, если тебе так будет комфортнее. О, погляди, появились первые гости. Ого, это Лиза Петерсон, обожаю ее песни. Интересно, нравится ли гостям наша вечеринка? Может, они тебе расскажут? Думаю, кто-то из них наверняка захочет присоединиться к твоим приключениям. Поговори с Мэйтисом, Эвергреем или ранее, если захочешь, чтобы они составили тебе компанию. Любишь фейерверки? Мы просто обожаем. На Юрвике производят экологичные фейерверки, которые к тому же не пугают зверей. Можешь купить их в этом магазинчике и запустить на площадке поблизости. Особенно красиво, когда несколько человек запускает их одновременно. На фестивале есть несколько магазинов. Непременно заглянив каждый, продавцы обожают видеть новые довольные лица. Кстати, об интересных предложениях. Видела этого коня? Красавец, правда? Говорят, такого дарили всем на 10-летний юбилей. В этом году он снова здесь, специально для тех, кому не достался в прошлый раз. Если захочешь сменить наряд на фестивале, вот здесь можно заглянуть в свой гардероб. Любителям фотографий наверняка приглянутся эти фотозоны. Всегда так интересно посмотреть, какие фотографии создаст чужое воображение. А на этой сцене может выступить любой желающий. На днях кто-то играл тут Гамлета? Или Гамильтона? Не уверена. Знаешь, юрвинский язык иногда так сложно понять. И разумеется, с нами дорогая диджей Кай. Она обещала исполнить новые песни. Не терпится послушать ее музыку и потанцевать. А за пределами фестиваля площадки гостей могут поучаствовать в викторинах. Говорят, знатокам достанутся шикарные награды. Я отмечу викторины на карте, чтобы ты всегда могла их найти. Всего их 7. Еще у нас есть давняя традиция. Поиск золотых подков. За это тоже присуждаются награды. Я все расскажу только чуть позже. И наконец возвращаются наши традиционные соревнования в честь дня рождения. Каждый день на Юрвике появляется гонка, которая принесет лошадке много опыта. Место проведения гонки можно узнать на этой доске. Кстати, чтобы принять участие в гонке дня, ты уже должна быть с ней знакома. Безопасность превыше всего. О, боже мой, ты рассказал все, что я хотела рассказать. И по сути-то мне больше говорить-то нечего. Ты уже все рассказал людям. Теперь ты все знаешь про фестиваль в честь дня рождения. Приходи ко мне, если надумаешь поучаствовать в одном задании и получить шикарные обновки. Фух, я аж читать устала. Так, с днем рождения. Как насчет традиционной охоты за сокровищами? По всему Юрвику разбросаны золотые подковы, которые ты можешь собрать. За пять золотых подков я дам тебе подарок. Подарков много, так что не прекращай искать. Поверь, они тебе точно понравятся. Мне вот нравятся. Золотые подковы можно найти в Морланде, деревне Серебряной Поляны, форт Упинта, Вейлдоле и Фергрове. А также в их окрестностях. Золотых подков на острове целое море. Так что скорее отправляйся на поиски. Так, тортостролфы давай. О, Дарья, как хорошо, что ты... Так. Подожди. Не-не-не, давай подожди. Давай немножко подождем. Я хочу все-таки здесь осмотреться. Я... У меня язык уже отваливается от всего того, что я сейчас читала. Итак, у нас есть праздничный магазин. Ага, в котором продаются неплохие комплекты. Праздничные перчатки для выездки. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Ну, кстати, ничего. Очень даже такой классический комплект. А, ну да, жалко, я не могу пока посмотреть этот вольтрап для выездки. Но он фиолетовый. Хм, шесть тысяч. Боже мой, я уже забыла даже слово. Шиллинги. Я думаю, я накоплю, пожалуй, и куплю вот этот вольтрап за шиллинги. Он классный. Также есть вот такое выездковое седло. Тоже очень красивое. А это все старые комплекты, которые у меня есть. Да, но тут не все. Заметьте, здесь есть комплекты прошлого дня рождения. Потом специальный комплект а-ля первого дня рождения. То есть он выглядит как старый комплект, но на самом деле он слегка обновленный. Версия. За викторину прошлого года комплект. А, нет, это, кстати, да, это вот этому комплекту. Я подумала, что это за викторину десятилетия. А можно, пожалуйста, комплекты предыдущих лет? У меня нету девятого года. Мне очень сильно хочется. Хотя бы кофточку. А здесь стоит наш дорогой духовный скакун. Он у меня уже есть. Добавлен у меня на практически всех аккаунтах бесплатно. Ну, а если вы не успели его купить, пожалуйста, стоит он 600 старкоинцев. Вполне, кстати, нормальная цена для такого подарочного коня, который разработчики создали путем голосования в Инстаграм в прошлом году. Но я, кстати, до сих пор как-то сильнее этого коня и не полюбила. Не знаю почему, но как-то особой любви к нему нету. Но как бы бесплатно достался. Лакомство для лошади. Здесь у нас торт для лошади ко дню рождения. И торт для лошади ко дню рождения. Две разные версии. Как видите, они просто отличаются. Но на самом деле разницы никакой, кроме как в описании, по-моему. Так, здесь у нас... Ага, вот что я хотела проверить. У нас кладовка. В кладовке у меня должны лежать хоть какие-то... Прогрузить, пожалуйста. У меня должны быть запасы звезд. Подков, точнее, нет. Что это, весенний жетон? Золотая подкова. Шесть золотых подков. Я надеюсь, это... Эти подковки в этом году подойдут. И было бы очень классно. Ой, потому что они как бы... Ну, лежат у меня в шкафу. Надо их использовать. Давайте проверим. Так, с днём рождения. Пять подков. Ага. Ай, да. А-а-а-а. Давайте попробуем. Тан-тан-тан. Первый предмет. Это перчатки. Перчатки весёлого праздника. Ну-ка, давай посмотрим поближе. Что же это за перчатки? Это вот такие вот перчаточки без пальцев с сиреневым цветочком. Если честно, выглядят как-то дёшево. Но, возможно, если собрать целиковый комплект, смотреться будет намного лучше. Но это уже не сейчас. Это чуть позже. Мы можем поговорить со всеми этими людьми здесь. Ага, вот ещё Мел со своей бутафорией. Ну, здесь, как всегда, всякие аксессуары. Усики, маски, шапочки на лошадь, повязки на глаз. Здесь ничего интересного. Также магазин фейерверков. Здесь тоже всё то же самое, что и в прошлом году. Четыре варианта фейерверков, которые можно купить за шиллинги и за эска. А вот тут уже что-то интересное. Талия, видимо, устроила для нас какую-то муку с артистизмом, с театром. Но, кстати, да, DJ Kai, нам нужна музыка. Мне нравится. В этом году музыка даже не чёток милая. И DJ Kai преобразилась. В прошлом году, мне кажется, она немножко по-любому выглядела. Здесь можно как раз и решить, кто поедет с тобой покататься по твоим приключениям. Место для пикников. Если кто впервые присутствует на данном празднике, то эта поляна всегда теперь будет местом для проведения любых праздников. Хэллоуин, День солнцестояния и все остальные праздники тоже проходят здесь. Так что проехать мимо можно только, если ты вообще не заезжаешь в Морланд. А на этом, пожалуй, всё. Мы очень быстро посмотрели всё, что добавили в обновление Дня рождения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok